Министр финансов Министр финансов Министр финансов Министр финансов Ольгу Карлову судьба забросила из соцполитики в педунивер Ну а если бы в крае было получше с образованием Вячеслав Башев до сих пор возможно ходил бы при портфеле Такой массовый исход чиновников краевой администрации породил массу версий От банальной вроде случайные совпадения никакой системной чистки До кадрового кризиса и малоэффективного правительства По моему мнению кадровый потенциал краевой власти у нас стал гораздо ниже чем он был Это видно на примере целого ряда кадровых назначений Политики и политологи озвучивают мысль Край лишается кадров достойных премьерского чина Кто на вес золота, ну или никеля, тех забирает Москва И это логично Многие достигают Красноярский карьерного потолка Но на замену им никто не приходит, говорит Александр Чернявский Я не вижу здесь, я вам скажу честно, какой-то такой, ну, слишком уж драматической коллизии За последний год команда молодилась, на мой взгляд это скорее даже позитивный знак Вот что касается того, что мы сейчас не можем назвать безальтернативного человека на пост премьера Человека, который устраивал бы все группы влияния в регионе На мой взгляд это серьезный знак, свидетельствующий о кадровом кризисе Последняя потеря министр финансов Роман Одинцов Это он, представляя нынешний трехлетний бюджет с дефицитом в 114 миллиардов рублей Назвал случившееся финансовой трагедией О причинах ухода можно лишь догадываться Но здесь чиновника могли как попросить, так и он сам мог принять это решение Ведь продолжать работать с дефицитным бюджетом значит лишь портить свою карьеру Экс-губернатор края Валерий Зубов считает То, что сейчас происходит в Красноярском правительстве, подогревается еще и из центра Депутат Госдумы уверен, невнятная политика федералов расшатывает власть в регионах Это он имеет в виду майские указы президента Путин пообещал народу, а выполнять должны изворачиваться краевые правительства И такая имитация деятельности, по мнению Зубова, отвлекает от реальных задач Хотя, опять же, говорит Зубов, наши региональные чины и так не работают на полную силу Проблемы в администрации существуют у самой Пока администрация руководит краем по инерции Не внося принципиально новизны Продолжая развивать те проекты, решать те задачи, которые уже решались Когда задачи менее значимы по отношению к тем возможностям, которые есть у людей в администрации Тогда они начинают заниматься своими личными делами Как ни крути, но чиновники тоже люди Поэтому их личное счастье, очевидно, для них важнее служебного долга Поэтому наши эксперты прогнозируют Кадровая утечка из команды губернатора не остановится Правда, кто следующий, не говорят